10 апреля в зале заседаний состоялось аппаратное совещание под председательством главы города Зайнудина Акмазова. Главным вопросом повестки дня значился отчёт о проделанной работе ОАО Горводоканал по обеспечению населения города питьевой водой и отводом сточных вод, который зачитал заместитель генерального директора Камиль Юсупов. Водоснабжение города Хасаверт осуществляется из трёх водоисточников – поверхностный водозабор «Октаж», подземный Бешбулак и аэродром. «Основным источником водоснабжения города является поверхностный водозабор «Октаж», обеспечение водой 30 тысяч километров в сутки. Водозабор Бешбулак обеспечивает водоснабжение посёлков Больёк и Северный 3500 километров в сутки. Водозабор и аэродром обеспечивают водоснабжение посёлков Аэродром и Дачный 1560 тысяч километров в сутки. В процессе реализации намеченных предприятий были капитально отремонтированные сетевые насосы на водозаборах «Откаш» и «Бежблак», на насосных станциях второго подъема и на верхних и нижних призыварах, а также проведена замена запорно-рыгрующего оборудования. В 2017 году были проведены работы за счет средств городского бюджета и собственных средств ОАО «Горводоканал» по строительству, замене, реконструкции и ремонту инженерных коммуникаций. Ежедневно проводятся ремонтные работы на городских водопроводных и канализационных сетях по устранению возникших утечек по воде или засоров по канализации. В целом, необходимо отметить, что в 2017 году все объекты ОАО «Горводоканал» работали в штатном режиме и не было допущено серьезных аварий на объектах. Но в то же время имеются очень серьезные трудности по сбору денежных средств за оплату жилищно-коммунальных услуг, в связи с чем образовались задолженности, отметил Камиль Юсупов. «В то же время мы испытываем очень серьезные трудности по сбору денежных средств за оплату жилищно-коммунальных услуг. В связи с тем, в «Горводоканале» образовалась очень большая дебиторская задолженность. За прошедший период в «Горводоканале» было передано в суд для взыскания с абонентов задолженности по оплате ЖКХ 871 материал на сумму 3 млн 226 711 рублей. Из них рассмотрено судом 437 материалов на сумму 1 млн 434 855 рублей». По завершению отчета глава города Зайнудин Акмазов обратил внимание на необходимость прослеживать за качеством подаваемой питьевой воды. В постановляющей части было вынесено решение работу предприятия признать удовлетворительной.